Когда образовался HFT объем на уровне, вот здесь уровень на локальном таймфрейме, вот здесь уровень на дневном таймфрейме. Вот он тут отрабатывался, сложно-ложный пробой на дневном графике, здесь он тремя свечами сложными пробоями и третий раз от тестировался, здесь этот уровень тестировался и ложно пробивался, то есть уровень очень устойчивый. Когда появляется HFT объем на таком уровне, то мы должны понимать, что после реакции на этот объем вероятность пробоя в районе 80%, и мы должны это всегда учитывать при открытии позиций. Даже если мы здесь открываем позицию, так как у нас совпали много факторов и достаточно энергии для того, чтобы произвелась реакция на этот уровень, мы должны держать себе в голове, что этот уровень, скорее всего, будет пробит. Потому что цель набора данной позиции и вот этих HFT объемов, они принадлежат крупному игроку, который заранее понимает, где он будет разгружать свою позицию. И, естественно, он видит этот уровень, он видит стоп-лоссы и бай-стопы участников, и он понимает, что он даже если возьмет небольшое движение, но оно будет гарантировано. То есть он способствует тому, чтобы произошло пробитие, снятие стопов, потом еще добой, снятие стопов и затем идет уже откат вниз. Часто бывает более сильное пробитие движения, то есть здесь оно произошло незначительное, но тем не менее стопы, которые здесь были, они были, естественно, сняты. Для того, чтобы правильно оценить ситуацию, важно понимать, как строятся уровни, чтобы ваш уровень не был индивидуальный, а он был абсолютно понятным и видным для установленных у большинства трейдеров. После того, как уже такое происходит, реакция идет, заход под уровень, ретест, вот тогда можно зайти уже, соответственно, понимая, что вероятность еще раз пойти наверх, без того, чтобы пойти вниз, она очень низкая. Здесь это произошло ночью, потому если мы днем видим такую ситуацию, то я бы предпочел ее отработать. Всем хорошего дня, до связи.